Лагерь пионеров города Львова. Таким он был 21 июня 1941 года. Это был последний мирный день. Вот что сделал враг с нашими детьми. Продолжение следует... Родное и близкое. Вот она бездомность. Куда идти? Как жить дальше? Вчера был дом и мать. И вот остался один. Совсем один на свете. А ведь недавно все они улыбались. Вшли эшелоны в далекий тыл. Увозили детей. Их укрыли от опасности. Их увозили от беды. Их везли все дальше. Чтобы они не слыхали ни грохота орудий, ни воя самолетов. Везли с их печалью и воспоминаниями. Война совсем рядом. Не всех детей было возможно увезти в тыл. Дети оказались мужественными. Они были сильнее, чем отцы представляли их раньше. Где бы они ни были, они хотели помогать фронту. На дорогах войны бойцы подбирали детей. Война делала наших людей суровыми. Ожесточала сердца. Но самый суровый человек был ласков с ребенком. Дети не хотели уходить от бойцов. Они шли с армией дальше. И армия принимала этих детей в свою семью. Леня Широков. Ему не раз доверяли передать в штаб важные донесения. Красная армия не только спасала детей от смерти, она учила их стойкости, мужеству, чувству долга. На него можно положиться. Он не подведет. Так говорили на фронте о Володе Бажанове. Под пулями, под неприятельским огнем он доставлял пулеметные ленты. Даже бывалые солдаты его уважали. В трудный час мы выучились и держать автомат, и тянуть на КП провод. Но все-таки главной наукой, которую преподала нам Родина, было умение всегда разделять ее судьбу. И встав к орудию убитого отца, и принимая из отцовских руд награду, мы узнали, что в одном воинском строю стоят слова пионер, комсомолец, коммунист. А помните заводские проходные военных времен? На Морозном Урале, в блокадном Ленинграде, эту проходную Кировского завода. Витя Петров был похож на многих из нас. И у наших станков висели фотографии погибших отцов, некогда стоявших тут. И сколько маленьких работяг взгромоздившись на ящик, чтобы достать до станка, сравнялись со взрослыми и ростом и поднями. Был взрыв и удар, а потом пробуждение, когда не узнаешь ни мира, ни людей, а рана ноет. И такая беспомощность, словно стал солдат малым ребенком. Спасибо тебе, дочка, за мужество, за добро. Лина Орлова пишет письмо вместо солдата. Письмо домой. А дома у солдата, может быть, бегает такая же дочурка, и все ждет вести этот царь. Служил в казачьем полку солдат, которого все звали просто Сашей. Служил солдат-разведчиком, и было ему в 41-м году 14 лет. Паренек из города Орша Саша Котов вместе со своим другом Костей Пчелко сбежал из фашистского плена, добровольцем пришел в армию. Эти документальные кадры сняты в годы войны. Не раз бывали ребята в огневой разведке и вызывали огонь на себя. Не раз возвращались из немецкого тыла. Но однажды пришла беда. Фашистская пуля настигла Сашу Котову. 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 Скорей домой, с чайниками, подушками, котелками, с собакой-жучкой, домой. Город к добрым бойцам, к заботливым и сильным людям, к своим людям. Дети делали для страны все, что было в их силах, что подсказывало им сердце. Страна оценила их труд. Детей награждали, как маленьких граждан. Вот Лина Орлова, девочка, которая ухаживала за ранеными. Мы видели ее раньше. Лину наградили медалью за боевые заслуги. Ленинградские школьники. В истории мира не было детей, которые прошли сквозь подобные испытания. Они немало сделали для Ленинграда. Сейчас их награждает боевыми медалями. Витя Петров. Вы помните его. Это мальчик, который заменил на заводе убитого отца. Он награжден медалью за оборону Ленинграда. Ему вручают и вторую медаль, последнюю награду отца. Игорь Михайлов. Ученик первого класса. Игорь остался в Сталинграде с отцом, командиром батареи. Все дни обороны Сталинграда мальчик пробыл на батарее, не отходя от отца. Он подносил бойцам воду и боеприпасы. Игорь награжден медалью за оборону Сталинграда. В первом классе героев. Участник Сталинградской битвы. Сталинградской битвы.